Если отбросить политическую точку зрения, то мир во второй половине 20 века можно назвать трехполярным. Пока одни стреляли из АК, а другие осваивали М16, третьи держали в руках именно бельгийский автомат. Прежде чем начинать споры о качественном превосходстве той или иной системы, обратим внимание на наименее известного конкурсанта – оружие от фабрик Националь Эрсталь. После поражения Германии и фултонской речи Черчилля еще недавние союзники начинают качественно и количественно наращивать арсеналы, готовясь к еще более крупномасштабной войне. Обсуждаемый нами прототип начинает разрабатываться бельгийской фирмой Фабрик Националь в 1946 году. История сохранила имена главных разработчиков – это Дьодон Несеф и Эрнест Вервья. Основной причиной столь продолжительных разработок были споры об используемом калибре. Главные конструкторы изначально настаивали на уже ранее изобретенном немцами 7,92 на 33 мм. Но военная доктрина новосозданного Альянса капиталистических стран предполагала унификацию боеприпасов среди всех стран-союзников. Поэтому американцами был во многом навязан стандарт изобретенного ими патрона 7,62 на 51 мм. Действительно, в итоге получился очень качественный комплекс патрон-оружие. Но по иронии, в самих штатах так и не был принят на вооружение, уступив М-14. Одним из главных достоинств получившейся штурмовой винтовки называют простоту в обслуживании и использовании. Первое поколение штурмовой винтовки, сделанное на заводах Фабрик Националь, насчитывает четыре модели. В разных моделях приклад бывает несъемным или складным. В связи с этим может незначительно меняться автоматика. Модели с монолитным прикладом содержат в нем возвратную пружину, а в остальных эта же пружина находится в ствольной коробке. Ранние штурмовые винтовки FN-FAL имели деревянную фурнитуру. Позже от нее отказались в пользу более качественного и выгодного производства пластика. Аналогичный принцип работы автоматики ранее встречался в советской СВТ-40. Это отвод пороховых газов при коротком ходе поршня. Газоотводная трубка с поршнем и собственной пружиной расположена над стволом и оснащена регулятором, позволяющим настроить отход газа или целиком блокировать его для выстрела винтовочной гранатой. Канал ствола запирается продольно скользящим затвором по вертикали. Движение затворной раме сообщает газовый поршень в момент отдачи. В зависимости от компоновки приклада возвратная пружина либо сообщается напрямую затворной рамой, либо посредством хвостовика. Ударно-спусковой механизм выполнен отдельным блоком. Имеется собственная боевая пружина. Предохранитель, он же переводчик режимов огня, расположен над рукояткой слева и имеет три режима. Для боепитания служат отъемные коробчатые магазины. Интересно, что британская версия штурмовой винтовки имеет собственную модель магазинов, которые невозможно установить в автоматы других производителей. Немалое значение прицельной дальности определяется избыточной мощностью патрона вместе с относительно малым весом винтовки. При стрельбе очередями ствол неминуемо уходит вверх, вне зависимости от подготовки стрелка. У FN-FAL есть свои достоинства. Простота в уходе и обслуживании. Огромная поражающая способность как то незащищенной живой силе, так и по противникам в бронежилетах. Стабильная баллистика патрона особенно хорошо проявила себя в джунглях в период Вьетнамской войны и при карательных операциях против южноамериканских наркокартелей. Но нет ничего идеального. У штурмовой винтовки есть ряд минусов. Невозможность вести прицельную стрельбу очередями из-за избыточной отдачи. FN-FAL выглядит излишне крупным на фоне других автоматов того времени. Хотя уязвимость грязи и пыли легко исправляется регулярным обслуживанием, она остается недостатком. Шутливое звание «Правая рука свободного мира» закрепила из-за FN-FAL из-за повального распространения в блоке НАТО. Она была принята на вооружение в девяти десятках стран мира. Продукция бельгийских оружейников зарекомендовала себя как качественное оружие, при достойном уходе до сих пор является выбором вооруженных сил и спецподразделений нескольких десятков стран. В этом плане FN-FAL конкурирует с линейкой оружия за авторством Калашникова и семейством М-16. На этом пока все. Еще больше интересных фактов мы постараемся предложить вашему вниманию в наших следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok